Доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Airzone Game. Закончились праздники, наконец-то, и можно приступать к обзору новых проектов. А такие есть. И вот один из них. Называется Impact Roly Play. Естественно, что открытый на базе игры Arma 3 в направлении Roly Play. Данный проект новый, открылся 11 мая этого года, но он не особо новый. Ну и давайте заходите потихонечку рассматривать поподробнее данную сборочку. И уже при заходе на этот проект мы видим, что, в общем-то, ничего удивительного и новенького, наверное, здесь ждать не следует. Карта и сборочка такие достаточно древние и нафталиновые. Но у этого есть свое объяснение со стороны разработчиков. В дальнейшем мы это услышим и узнаем. Ну, а в общем, выглядит это все вот так. В глаза бросается первым делом то, что центральная локация, локация, где появляется персонаж, выбрана нестандартным образом. Выглядит все вот таким вот образом. Но автор решил пойти другим путем и перекинул вот это вот центральное место действия, где, в общем-то, будет спамиться игрок, где будут происходить какие-то ключевые диалоги и те же самые точки взаимодействия, выведены вот сюда вот. И сделано это для того, чтобы разгрузить федеральную трассу и облегчить, так сказать, существование игрока. Если вы двигаетесь по федеральной трассе, то вам больше не предстоит где-то задерживаться в точке, где находится центральная площадь, там магазины и тому подобное. Просто насквозь проезжайте. Правда, до сих пор в том месте стоят радары. Не знаю, будет ли их автор убирать или нет. Ну и если посмотреть вот на ту самую стандартную точку, где обычно ставится вот эта центральная площадь с магазинами, с точками взаимодействия, со спамом игрока, то, как видите, она даже не затронута. Она вот в таком стоковом состоянии, в каком ее задумала компания Богемия. А возвращаясь к творению данного проекта и данного автора, то, как вы увидите, все достаточно скудненько. Скудненько со стороны архитектуры. И это уже не первый, уже какой-то подряд проект, который я показываю, где разработчики борются за FPS. И этот проект один из тех, где, в общем-то, архитектуры никакой и не будет. Модмейкерский имеется в виду архитектуры и не будет. Будет все вот такое вот стоковое. Это в планах у разработчика. Не ставить и не нагружать проект. Ну, вот так вот это выглядит. Дальше можно заметить, что точка взаимодействия магазинов, да, выделено вот таким вот образом. Все магазины находятся в одном месте. И это тоже, в принципе, неплохое решение. Такое можно встретить, например, на Тираносе. Там это сделано в виде торгового центра. Что-то подобное решил разработчик сделать и здесь. Ну, вот опять та проблема, которую я все время показываю, это заборы. Заборы, заборы. Чтобы подойти мне вот по прямой, ну, нельзя. Вот почему-то в этом месте можно было бы сделать проход, но его нет. И вот если вы хотите подойти, то вам придется бежать вокруг. Через парковку, через парковочные места. И вот там есть единственное место для входа. Почему нельзя сделать вот здесь входы? Зачем заставлять игрока тратить лишнее время на вот эту вот пустую беготню? Проделайте здесь входы. Если вы переживаете за то, что сюда будут заезжать на машинах, проделайте узкие проходы и переградите их какой-нибудь заградительной балочкой. Ну, вот сделано вот так вот. В общем-то, хорошая, благая идея, где игрок, в общем-то, может все необходимое приобрести в одном месте, много не бегая. Вот разбивается об этот забор, в котором нету проходов. Ну, также я, наверное, должен добавить, что это единственное место, которым вот поработал автор. Больше здесь вообще в коваре никаких практических, никаких изменений нету. Ни модмейкерских зданий, никаких. Ну, и далее вот подходим к банкомату, берем 25 подъемных денег, 25 тысяч. В общем-то, еще через каждые 15 минут будет приходить еще по 25 тысяч. Поэтому, я бы сказал, экономика здесь достаточно простая. Магазинчики выглядят вот таким вот образом. Не могу сказать, что уж очень красиво и удобно это, но вот так как выглядит. Бросается в глаза, что не очень ровно стоят вот эти вот аппаратики. Где-то ниже, где-то выше, где-то дальше, где-то ближе. Вот такое впечатление, что у нас корячок поставили. Ну, а чтобы вы понимали экономики, вот такие здесь цены на лицензии, на шмотки. К шмоткам тоже, ну, стандартный набор, поэтому задерживаться на этом долго и не будем. В общем-то, ничего интересного пока что мы здесь не увидим. Далее надо чем-то позаниматься, но основные рабочие занятия с проекта выпилины. Такой работы, как почтальон или дальнобойщик, то, что входит в стандарт в этой сборке, их здесь нету, их выпилили. Идем к магазину автомобилей, то есть, чтобы посмотреть, какой есть автотранспорт. Надо сказать, что здесь стоит D3S-пак, поэтому, наверное, и транспорт тоже задерживаться не будем. Странная выбрана точка, где продаются автомобили. Здесь же написано, что это ганшоп. То есть, ну, не знаю, какой-то вкус у автора очень странный. Не смог подобрать никакого другого здания, как магазин для оружия. Он и по антуражности это выглядит, но не как автомобильный магазин. Ну, вот, идем сюда и покупать, смотрим, вернее, пока еще не покупаем, но смотрим, какую технику мы можем приобрести. Ну, и опять, что касаемо экономики. Ну, а так, как я уже сказал, что на проекте стоит D3S-пак, поэтому машинки буду прокручивать быстро. Вряд ли кого-то я этим удивлю. Надо отметить, что есть и старые модели здесь, и Волги какие-то непонятные, размыленные. Есть и интересненькие машинки, которые бросаются в глаза. Но, в принципе, вот такие вот машины, вот такие вот цены. Больше показать-то, наверное, и нечего. Мне же можно сейчас купить только УАЗик. Ну, в общем-то, его покупаем, и вот так вот он выглядит. И, опять же, вряд ли я кого-то удивлю данной моделью УАЗика. Все ее уже знаете, она такая уже достаточно затасканная. Но вот место появления автомобиля, как и сам магазин, в общем-то, опять такое впечатление, что так вот быстренько на скорячок автор накидал, такие вот черновые набросочки. Потому что, ну, ни зоны появления, ничего нет. Вот просто где-то в кустах машина появилась, и все. Начиная со здания и заканчивая точкой появления, все такое выглядит так, что как будто бы автор просто хотел быстренько его накидать и открыть проект. От проекта веет вот такой некой сыростью сборки, что ли, такой вот скоростью сборки. Наверное, так можно сказать. Наверное, это было все в погоне за сроком открытия. Не знаю, не знаю, но в дальнейшем, наверное, мы это все выясним. Ну, и у нас на пути попадается магазин грузовой техники. Заметим, что нету банкомата, но я зашел просто не в нужное время. Если бы я зашел на следующую бурю, то банкоматы появились бы во всех ключевых точках. Ну, а пока это вот так. Список автотранспорта большой, но, в общем-то, опять же-таки, удивить вас чем-то здесь не придется. Машинки достаточно популярные. ДТС-пак, еще раз повторюсь, здесь установлен. Весит, кстати, очень немало он. Практически столько же, сколько и весь проект. Поэтому вот такой вот список автомобилей. Единственное, что можно сказать про этот вот магазин, или как это еще можно охарактеризовать, здесь нету сборщиков. Сборщики, или подборщики, как они правильно там называются, я не знаю, они вынесены в отдельный магазин. То есть, если вы хотите купить себе грузовик, и к нему еще в придачу сборщик, то нужно ехать в другой магазин, который находится здесь недалеко, и покупать это уже там. Ну, вот туда давайте сейчас и отправимся. Как я и сказал, находится данный магазин недалеко, и называется он магазин грузовых девайсов. Выглядит вот таким вот образом. Ну, а сама техника, она вот сейчас перед вашими глазами. И стоимость, и техника. Надо сказать, что подборщиков или сборщиков их достаточно много. Можно выбирать на любой вкус и на любой кошелек. Тоже интересная задумка вот с вынесением этого вида транспорта в отдельный магазин. В принципе, тоже прикольно. Ну, и раз уж мы затронули тему транспорта, подборщиков, экономики и тому подобное, давайте посмотрим и на сам процесс фарма. Какая система здесь стоит. Для этого мне нужно было прикупить вот такой вот грузовичок. Надо сказать, что это доступный грузовичок. Он вам доступен, ну, практически с самого начала. Придется, может быть, пару раз съездить там на яблоки, персики или какие-то тут есть еще виды культур. И дальше вы можете его приобрести. На нем мы и выдвигаемся. Естественно, поедем на точку добычи медь, которая находится ближе. Просто для того, чтобы посмотреть. Ну, и вот та самая система, которая находится здесь сейчас, на данный момент. Но вскором она изменится. И об этом мы узнаем чуть позже. Сейчас мы просто нажимаем один раз левую кнопку мыши. Наш персонаж начинает ковырять чего-то киркой, стучать киркой. Ну, и происходит автоподбор того, что вы насобираете. То есть не надо бегать и собирать какие-то появляющиеся объекты. Это и облегчает саму систему фарма, и облегчает сам сервер. Ему не надо прогружать вот эти вот объекты. Поэтому я считаю, что это одна из лучших схем. Но она будет еще в дальнейшем упрощена. Уже на днях будет поставлена новая система фарма, где вам нужно будет взаимодействовать через кнопку Windows. И далее персонаж без вашего участия будет прокачивать и добывать нужные вам ресурсы. Считаю, что это достойная система для игроков. Ну, а показать больше на этом проекте мне, в принципе, нечего. Но мы можем послушать о том, что планируется здесь от самого разработчика. Все, я здесь. А чего такой, ну, совсем простой проект? Ну, сколько я уже играю в ARM с 2016 года, да? Взять так. Сколько я знаю знакомых, с кем я в группировках был и так далее. Все хотят вот просто простую сборку, вернуть в старое время. Типа, я им предлагал. Либо я закрываю сервер на тонике, но я его полностью там уже на тонике. В разы проще скрипты писать, чем на юниевской сборке. Любой скрипт тут надо переделывать. Под, как говорится, более современный. Ну, то никакая сборка, она еще до сих пор даже поддерживается. А юнион-то уже не поддерживается. Юнион поддерживается. Поддерживается до сих пор еще? Да. Только некоторые фиксы надо будет загружать свои. Вот эту сборку, получается, я взял. Я ее перефиксил как можно было. Сейчас более-менее она адекватно хоть работает. А по архитектуре вот так простенько, это из-за чего? Более, к людям косо на любой компьютер. Ну, то есть борьба за фпс, да? Да. Даже зайти вот, ну, зайти на простой юниевский сервер, даже вот rp altis. Сравни там, сколько у тебя фпс, и потом зайди сюда. Вот вчера еще. Вопрос вот такой, что я спорить с этим не буду. Естественно, чем меньше модмейкерских архитектур, ну, новых зданий там каких-то, конечно, тем проще серверу. Это все родное. Это вот как будто арвал стоки включит. Другой момент. Интересно ли будет людям, вот, уже избалованные многие? Ну, как говорится, старым людям, наоборот, даже нравится. Я вот вчера заходили старенькие. Вот, они, наоборот, доказа за эту тему. Типа, чтобы было все простенько и все понятненько. Ну, сейчас я меняю вот это вот, руки за голову полностью. Скоро, может, будут бегать. В них же также и в наручниках. Это поменяется сейчас. Потом будет докуплен один плагин специальный, чтобы вы могли менять маркер, который ставят через shift, левой кнопкой мыши, которая через карту. Сейчас более-менее. Ну, вот, то, что я тут, пока юниевская есть, она маленько останется. Со временем сейчас еще начнется тоже меняться и шоппинь, это ж, ну, магазины. Автомобили поменяются полностью. Юниевских потом не будет. И потом уже займусь с этим, с одеждой. Ну, я потихонечку, помалечку буду изменять. Конечно, не все сразу. Будет все делаться. А что вообще, какие планы? Что хочешь здесь сделать такого интересного? Задумки есть, но это реализовать на этой сборке очень тяжело. Ну, пока вот сейчас полностью зеленый слот я доудаляю, чтобы уже при заходе зеленого слота не было. А так сейчас только гражданский. И черный рынок за место поставки. А вот это место, как бы, обычно же вот в этом месте, где мы сейчас стоим, вот это является центром Кавала, это его обычно изменяет. А почему такой выбор пал туда? Как тебе сказать? Там зона свободнее. Чтобы, если что, вдруг, так вот, даже скажем, какая-то либо погоня. И все почему в центре ставят? Чтобы здесь погони не было. А тут федералка свободная полностью. Тут можно будет и на левую спокойно свернуть, и на правую. А система фарма старенькая, когда появляются объекты, да? Нет, это я поменял. Ну, тебе просто надо взять кирку, начать копать, все падает в инвентарь сразу. А, то есть автоподбор будет стоять? Да. Уже стоит, наверное, да? Уже стоит. А, ну вот это уже проще. Ну, сейчас я еще этот скрипт доделаю, где вот это с добычей, чтобы уже нажимать не на левую кнопку мыши, а на Windows. И когда нажимаешь на Windows, чтобы он, когда полностью инвентарь заполнится, тогда только отменял действие. Вообще, на что ударение-то? На РП, на перестрелки, на фарм, на гражданство? На что вообще? Сделано сейчас на данный момент. Это в основном фарм, РП со стороны полиции гражданских. Вот такое перестрелки, я сразу тебе скажу. Тут очень будут редкие, потому что, во-первых, оружие дорогое. И примерно, чтобы... Ну, ствол купить. Ну, ладно, бурю ты потратишь, ты можешь потом полубурей следующей закупаться, так скажем. Потому что я, вот эта, которая новая менюшка стоит на закупку универмага Аптеки, она тоже в скором времени переделась, это я потом займусь. Я новую буишку напишу такую же, только переделываю на помощь для универмага Аптеки. Вот. Я сделал так, что оружие продается без скидки. Типа, без разницы, какая у тебя випка, вот, например, у тебя вторая, да? У тебя скидка идет только на одежду, на машину, на вертолеты, ну, короче, на технику и на одежду. И быстро добычу у тебя и все. И рюкзан больше, и маленький. ДПшки стоят, эти почтовые. А где сама-то служба? Они полностью удалятся. А их вообще не будет? Да, не будет. Дальнобой уже удалил. Дальнобой, да, тоже удалил. А взамен чего? Добавится. Как на Римасе, в порту грузчики будут. Потом добавится... Замес отдыха елки, тоже где-то у меня скрипт валяется. Это надо просто мне искать. Там развозка почты. Ну и вот, друзья, несколько слов из уст самого разработчика данного проекта. Ну и, наверное, вы уже догадались, что этот проект у него не первый. До этого у него был проект, который назывался Перми. На проекте Пермь мне, к сожалению, побывать не удалось. Я скачал мод, но не смог зайти, потому что как раз в этот момент проект и закрылся. Мод я скачал, а зайти не смог. Ну, если кто знаком с этим проектом, с проектом Пермь, то вот, это тот же самый разработчик. В общем-то, и направление будет держаться, наверное, то же самое. Как я понимаю, у него есть свои какие-то друзья, которые будут здесь играть, которые играли у него на проекте, с которыми он тоже играл. По тому, как он рассказывает и что он рассказывает, можно понять, что в планах очень и очень много. Но это, к сожалению, еще только планы. На данный момент проект очень и очень сухой. Ну и также, наверное, и слов разработчика, и, в общем-то, из того, что я показываю, уже не первый проект, который открывается с тем направлением, чтобы сохранять FPS для людей со слабыми компьютерами, да и, в принципе, для комфортной игры. Все больше и больше проектов открывается вот в таком сухом, сжатом виде, но для того, чтобы выиграть хоть какое-то количество FPS для игроков. Не знаю я, хорошо это или плохо. Со многим я согласен с автором, со многим же нет. Например, на проекте, где есть много интересных механик, каких-то взаимодействий, рабочих занятий, можно отыграть одно и то же РП. Что вот на этом проекте, где нет ничего, можно, например, отыграть там какую-то свою роль, которую вы себе назначили и хотите ее отыграть. Точно такую же роль и точно так же вы ее можете отыграть и на проекте, где есть какие-то интересные нововведения. В отличие от сухого проекта, вы можете отыграть, и на этом все закончится. А на проекте, где есть какие-то интересные механики, там удивительные какие-то, может быть, интересные скрипты, анимации, вы можете отыграть то же самое РП, а потом пойти и позаниматься какой-то видом работы или еще каким-то занятием. Вот и разница есть, на мой взгляд, все-таки сухой проект и проект, достаточно увеличенный в качестве механик и каких-то интересных взаимодействий. Но это мое мнение, и как вы, наверное, слышали в начале разговора с разработчиком, что есть люди, которые просили его открыть вот такой вот стоковый, сухой, в плане каких-то интересных механик или нововведений, без архитектуры, без излишеств, наверное, так это назовем. Ну, я не буду с этим спорить, наверное, есть такие люди, я к себе к такой армии поклонников не причисляю, потому что я все-таки сторонник нововведений и развития армы, а не обратного пошагового деградации, к той самой начальной стадии, когда арма открывалась, когда вот были только стандартные механики, стандартные машинки, ну и тому подобное. В общем, к той начальной армии я себя не причисляю и туда стремиться не хочу. Я, наоборот, поклонник развития армы, развития со стороны ролеплея, ну и также со стороны технических характеристик проекта. Ну, а, в принципе, проект вот такой вот. Вы все слышали и все, что я смог, я вам показал. Так что, если вам интересен данный проект, если вы тоже поклонник вот этой вот классического начальной стадии развития армы, то, пожалуйста, заходите и играйте. Здесь действительно хороший фпс, просадок практически нету, ну, потому что здесь нету ничего такого, что может просаживать сервер. Сервер очень стоковый, стандартный, скоро переедет на тоник, сборочку, сейчас стоит на юнионе, но будет стоять на тонике и вот то, что разработчик хочет добавить, он в конце концов добавит. Так что, заходите, играйте, отыгрывайте РП, получайте удовольствие. Ну, а у меня, наверное, на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел, спасибо всем, кто заглянул. Играйте, получайте удовольствие и всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok